Вы за неделю Хотя разрешите я начну, а потом вы продолжите Так уж случилось, что эту неделю у меня чуть больше времени было Возможность посмотреть некоторые украинские сайты Что там про нас пишут И в ответ я не видел ни одной статьи у нас Вы вообще отслеживаете? Конечно отслеживаю Ну это звучит гордо А на самом деле, сколько статей за неделю вышло в ответ? Сколько вы рассказали, сравнительную характеристику провели между нами и Украиной? Публикации на всех интернет-ресурсах Луганской Народной Республики Еженедельно проводятся срезы сравнительной характеристики Игорь Николаевич, послушайте, у нас больше 100 субъектов СМИ зарегистрировано на территории Республики Но сказать сейчас точную цифру Так если же вы отслеживаете, значит вы должны знать Нет, если вы говорите о мониторах украинских Хорошо, расскажите по-другому Какая самая острая проблема стояла на прошлой или на этой неделе, на прошлой И вы отразили, рассказали нашим людям сравнительную характеристику по этой проблеме Какая? Там проблемы с газом, проблемы с энергетикой Мы все это освещали Имеется ввиду То, что Украина попыталась Вот Украина сказала, что у нас заработная плата для наших учителей 1300 или 1400 рублей Ну, сколько у нас заработная плата? Вы ответили? Какая публикация? Была осуществлена публикация вакансий с центра занятости на сайтах, на интернет-СМИ Луганской Народной Республики Об имеющихся вакансиях, конкретно с названиями и с заработными платами Понимаете, мы почему-то постоянно проиграем эту информационную войну Постоянно мы проиграем Потому что то ли у нас людей нет, то ли люди не понимают, что нужно сделать Почему-то у них есть, при том, что у них ситуация сейчас хуже, чем у нас Но у них выделяются деньги на вот такую вот войну, грубо говоря А это правда война информационную А вы со своим министерством, со своим штатом ничего в ответ не делаете И значит, я хочу, чтобы был еженедельный вот здесь вот доклад Чтобы это вы мне рассказывали каждый понедельник Или когда мы будем проводить совещание Вот такие-то, такие-то были публикации Мы рассказали нашим людям, провели, чтобы посмотрели И тогда будет понятно, кто как живет А то их послушать, мы уже здесь собак доедаем Скоро друг друга будем есть Можем продолжить? Да, сейчас Слушаю вас Я прошу прощения, можно Работочных, так сказать, в этой сфере Низколько не согласиться с тем, что Что-что? То, что размещают на интернет-ресурсах украинские пропагандисты Хочу напомнить, что в основном они у нас заблокированы И отвечать на то, что они вбрасывают в интернет На печатных страницах, считаю нецелесообразным Потому что мы будем только множить те слухи, которые они вбрасывают То есть люди, у нас слуганчане не прочитали, что о нас пишут Или я неправильно выразился, или вы меня неправильно помнили Вот они создают проблемы Ну простой пример Он сейчас Светлана Анатольевна расскажет Они говорят, что в ЛНР заработная плата учителя 1300 рублей Что в переводе на гривны там 300 гривен Ну или сколько, или 400 И так далее Я же не говорю, что нужно это А вы проведите программу и покажите Как у нас работают учителя Сколько они зарабатывают Это не будет прямым ответом Это будет преследовать сразу несколько целей Популяризации работы учителя у нас Реально сколько А если они захотят, пусть сами отслеживают Я не говорю о том, что нам вступать в эту переписку Она ни к чему не приведет Здесь я с вами полностью согласен Но раз они поднимают эти темы Для вас это проще простого Для журналистики это еще проще Вам не надо напрягаться искать, что бы написать Вы на эту тему можете создать свои А у нас, слава богу, есть о чем говорить и писать Начиная от учений военных, которых мы проводили Вот они смеются над тем, что вот там авиация, авиация А они забыли простое У нас армии не было, мы их били Армия есть? Есть Дважды били А теперь наша армия еще и плавает Они не верили? Нате Они сомневаются, что у нас будут самолеты Да пусть сомневаются, но они полетят А когда полетят, что они будут говорить? Да, мы сейчас работаем Да, их у нас мало Но они есть И мы все сделаем для того, чтобы их запустить Смеяться это проще всего А работать сложнее Но для этого еще нужно и показывать Для чего Потому что одно дело Я понимаю, как наши пацаны учились на то, чтобы На БТРе переплыть Это все равно, что на топоре То есть каждый боится Особенно если еще сам плавать не умеет Да, они учились, обучались Но сейчас вон они как показали Как прошло И честно для меня Большая радость Что наши пацаны так умеют уже Работать и воевать И пусть остальные думают Пусть та же Я же не говорю, мы же не сравниваем Но та же Украина пускай смотрит Стоит ли им вообще связываться Или нет Ну вот на чем сравнительное должно быть Не отвечать напрямую А показывать Раз их это интересует Вопрос учителей Вон свяжитесь с Валентиной Григорьевной Сделайте какой-то репортаж О наших учителях Покажите заработные платы Покажите наших школ Что-то другое А ну они пусть сами А вы думаете У нас же тут украинские сайты Которые нас мониторят По каждому слову Которые я здесь говорю Завтра или послезавтра Будут они там свои распечатки делать Уже сегодня Или уже сегодня Вопрос не в этом Вопрос в другом Раз у них есть интерес То это тоже наши люди на той стороне И пускай реально посмотрят Что у нас происходит Не для того же Мы не скрываем свои недостатки Мы говорим о том Что они у нас есть Мы будем их преодолевать Обязательно будем И обязательно преодолеть Но у нас есть что показать Даже на сегодняшний день Пускай думают И это Они вон там пытаются Со своими тарифами ЖКХ Бороться И понятно что их загоняют В такие условия кабальные Показывайте Работайте А мы будем строить Мы будем давать электричество Мы будем газ проводить У нас есть чем Что показать В ответ на их Но вопрос Это война И война идеологическая И здесь мы не должны проигрывать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому